10 культур, да. Из них 5 овощных, нет, 4 овощных и зерновые. Очень счастливое, мне очень весело, да. Мы находимся на поле свеклы, у Исток-1, Семикарковский район. Начали уборку свеклы, гибрид Пабло, биосемена голландские, урожайность порядка 40 тонн гектара стандартной свеклы, убираем механизированно, ширина между рядами 50 сантиметров, норма высева 600 тысяч на гектар. Давно Исток занимается свеклой? Свеклой занимаемся уже, наверное, лет, я не знаю, 10, наверное, да больше, лет 15, лет 15 занимаемся свеклой. Ну, на механизированную перешли уборку, наверное, последние 5 лет, потому что с людьми проблемы сейчас становятся и поэтому все на механизацию переходим. Ну, убираем свеклу в первую очередь, потому что все-таки свекла, она боится заморозков, да, поэтому ее в первую очередь нужно убрать. Если морковь может выдержать там заморозок до минус 5 градусов, то свекла при таком заморозке, она сразу ляжет и мы ее выкинем. Вот, поэтому вот вчерашний заморозок минус 2 уже нас немножко напугал и поэтому мы убираем и убираем, несмотря на тепло. У нас мы в хозяйстве применяем, наверное, 3 срока сева свеклы, да, у нас первый срок это мы сеем очень рано, конец марта, начало апреля, как только можем в поле залезть. Вот, это первый этап. Второй этап мы сеем где-то середина мая свеклу и третий этап, это вот на данном поле мы сеяли ее здесь после 15 июля свеклу. Именно свекла, чтобы для хранения. Срок вегетации короткий и для того, чтобы она не переросла, мы стараемся ее смесить посевы как можно позже. И плюс уборка свеклы на осень, она температуры падает, да, то есть она больше сахаров набирает и она лучше хранится все-таки позднее посевы свеклы. А раннюю свеклу мы убираем как конвейер, то есть мы ее убираем и сразу продаем, ну, сразу реализация, да, сразу на рынок реализация. Мы ее не храним, не закладываем, ничего. Почему вы решили так разделить в три этапа все свеклы? Мощности хранения не хватает или можно... Нет, просто, 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 ну как, это просто разная свекла, да, то есть ранняя свекла, она не хранится в любом случае. И плюс, ну, ранняя свекла, конечно, это другие деньги, да, в любом случае. У нас ранняя свекла, она вся идет, ну, не механизированная, а ручная уборка. Потому что мы начинаем выборочно убирать свеклу, ну, так что меленькая она подрастает еще, потом ее убираем. Ну, а два этапа, почему именно ранняя свекла? Потому что она тоже начинает стареть, то есть товарный вид теряет, вкусовые качества теряет, поэтому приходится ее делить на несколько этапов. Мы гибрид свеклы у себя в хозяйстве используем Пабло. Пробуем на испытания, берем каждый год, ну, различные гибриды, различных компаний, ну, вот пока остановились только на Пабло. Потому что, ну, устраивает нас она и форма корнеплода, и хвостик, который, ну, немаловажную роль играет, то есть толщина именно хвостика, да. Потом внутри, чтобы колец не было белых, чтобы она была ярко-красная, ну, бордовая. Вот. Пока на этом остановились. Ну, наша селекция была когда-то у нас двусемянная ТСХА свекла. Вот. Мы как-то ее пробовали, сеяли, но, ну, она, во-первых, не подготовлена под новые сеялки, она не шлифованная, там, не протравленная. Ну, в общем, проблемы, одни проблемы с ней. Поэтому пользуемся пока голландскими семенами. Если, конечно, выйдет что-нибудь на рынок наше, ну, будем только рады. На свекле мы находимся в пределах 50 гектаров, да. Ну, 50, там, плюс-минус 5, в зависимости от площади поля, которое отведено под свеклу. Вот. Севооборот стараемся соблюдать, там, ну, не менее, там, 4-5 лет, чтобы свекла возвращалась на новое место. Ну, получается у нас даже в связи с тем, что плотный, ну, плотный севооборот, будем так говорить, набит овощами. Ну, так как свекла занимает небольшую площадь, поэтому у нас это все получается. Какие ограничения свекла накладывает на севооборот? Ну, в принципе, никакие. Там, больше севооборот накладывают ограничения на свеклу. Допустим, свеклу не рекомендуют сеять, там, после картофеля, если работали зенкором, там, ну, то есть, вот, там, очень чувствительно она именно к посредействию гербицидов. Поэтому больше смотрим, наверное, на свеклу, куда ее поставить, чтобы она у нас получилась. Ну, свеклу обычно можем выращивать мы, вот, после луков можем выращивать свеклу. Потом можем, в принципе, после картофеля, если не работали зенкором, да. Особенно, вот, поздняя свекла, она у нас, после уборки, допустим, предшественника, мы осенью убираем. До посева свеклы проходит очень много времени, оно, в принципе, содержится как полупар у нас, да. То есть, мы с весны начинаем обрабатывать, а сеем только аж в июле месяце. И поэтому, ну, вот, такого придерживаемся плана. После свеклы обычно сеем или поздний картофель у нас, после свеклы, может быть, или кукуруза на зерно, после свеклы. Потому что уборка поздняя, а зима пшеницы, к сожалению, ну, не успеваем мы сеять на этом поле. Сеем свеклу с сеялкой точного высева у нас агрикола. Вот, я уже сказал, между ряде 50 сантиметров, сдвоенный ряд, то есть две строчки в ряду. Вот, технологическая колея у нас 2 метра на свекле. Ну, все сделано под уборку, именно под комбайн. Так, что еще по технологии? Ну, также система гербицидов у нас есть на свекле. Свеклу не пропалываем вручную, ну, гербицидами работаем. Почвенные гербициды, а потом работаем уже по вегетации. Почвенные, до всходов. До всходов. До всходов и Dual Gold работаем, до всходов и гербицид. А по всходам работаем бетоналами. Мы раннюю свеклу сеем в междуряде полтора метра, на междуряде 4 ряда по 2 строчки. То есть 8 строчек получается на полтора метра. Раннюю свеклу мы убираем вручную. И, как вам правильно, нам нужно расставить, чтобы расстояние между синими номинами были больше. Для того, чтобы она подошла раньше свекла. И в то же самое время нам не нужно потерять густоту. То есть, чтобы на гектаре было у нас там также, ну, те же 500 тысяч семян. Вот. А позднюю свеклу мы выборочно не убираем. Мы убираем, вот комбайн зашел, то есть выросла она, не выросла, переросла, не переросла. Мы все убираем в один бурт, а потом уже, конечно, рассортировываем. Ну, мелочь откидываем, крупную свеклу отдельно, а товарную отдельно. Даём. Поэтому только, ну, из-за этого мы делаем деление. По питанию мы даём, ну, также диамофозкой работаем. Ну, не диамофозкой всё-таки, а НПК, наверное. НПК 5, 20, 30. Вот. Даём рано весной культивируем, под раннюю весеннюю культивацию. В дозе 500 килограмм на гектар. Вот. Её даём. И в течение сезона свёклу работаем КАС и ЖКУ. Вот. КАСа, наверное, порядка 300 килограмм на гектар. Ну, и ЖКУ порядка, наверное, 150 килограмм на гектар работаем. Вот. Ну, и по листу работаем, там, ну, стимуляторы добавляем. Ну, фунгицидной обработки совмещаем, там, с работой стимуляторов роста. Стимуляторы роста – это что-то, не знаю, утешка из водорослей? Ну, примерно, да. Или микроэлементы? И микроэлементы – это микроэлементы, а стимуляторы роста – это именно аминокислоты, да, аминокислоты, там, с каким-то добавлением, там, может быть, азота, может быть, там, калия немножко, может быть, вообще всех микроэлементов по чуть-чуть. Ну, это, да, все-таки, вот, вытяжка из водорослей, так называемая. Понятно. Бором подкармливаете? Бором, да, в течение сезона подкармливаем бором, ну, два раза, наверное, два-три раза подкармливаем бором. Ну, это тоже совмещаем все с фуницидными обработками. Для свеклы, конечно, в нашей зоне самое главное орошение. Почву готовим, мы с осени делаем основную обработку почвы, то есть спашку на глубину, там, 30-32 сантиметра, и с весны начинаем, ну, закрытие влаги рано весной, потом начинаем культивацию. Культивируем, наверное, 3-4 культивации делаем до посева свеклы, и перед самим посевом свеклы мы почву фрезеруем. То есть проходим сплошной фрезой, мелко разбиваем почву, чтобы поменьше комьев было, и вот фрезерованную почву сеем уже свеклу. Если столько обработок, зачем еще до всходовой гербицид? Извините за глупый вопрос. Ну, потому что семена-то в почве остаются, а когда мы посеяли свеклу, да, и мы начинаем ее сразу поливать, потому что она без полива у нас не растет. И, соответственно, начинают просыпаться семена щерицы, марии, там чего только нету. И если не отработать до всходовым гербицидом, то просто сорняк зайдет раньше, чем свекла, и мы свеклу просто не увидим там. Вот, поэтому работаем. А до всходовый гербицид, он против каких-то определенных сорняков или? Ну, набор, да, у него набор есть сорняков. А самой свекле не вредит? Нет, самой свекле не вредит. Даже бывает, если немножко, ну, допустим, затянешь с обработкой, ну, там, или дождь, может, прошел-то, ну, бывают всякие моменты, да. То есть даже по всходам свеклы работаешь, ну, там, именно по всходам, и нормально он не реагирует. Ну, гербицид хороший, в принципе. Дуалом работаем, нормально. Допустим, раньше был фронтьер, да, фронтьер он оказывает, ну, именно влияет на всходы. Если там, допустим, его внести, а потом пролить, может он так шурануть хорошо свеклу, что потом не рад будешь. На моменте всходов свеклы, да, нужно поливать мало, но часто. То есть на максимальной скорости прокручиваем машину, примерно это вылив получается, ну, 8 миллиметров. Ну, это каждый день лучше делать. Ну, в зависимости, конечно, еще от погоды, да. Если там на улице плюс 40, то это надо делать каждый день. Если, конечно, там 20 температура, то можно через день это делать. Ну, самая главная задача, чтобы не образовалась корочка именно. Чтобы свекла в корочку не уперлась и не спрела под ней. Вот. Вот тут, ну, то есть мало и часто поливаем, да. По мере того, как свекла начинают расти, начинаем поливать, соответственно, больше воды давать, но чуть реже. Ну, и последние фазы, конечно, даем вообще, ну, большую дозу там по 20-25 миллиметров, но там раз в 3-4 дня поливаем свеклу. Если вот мы сеем свеклу рано весной, мы получаем сходы без полива. Земля еще влажная, соответственно, она прогревается вот до температуры, там, плюс 6 градусов и начинает свекла прорастать. Жары на улице еще нет, корка не образуется и получаем равномерные сходы. Здесь самое главное отработать гербицидами, теми, которыми нужно, да, чтобы не сжечь ее. И, соответственно, предшественник, чтобы был, чтобы тоже после действия гербицидов на него не распространялось. Все, следующая задача у нас обработать фунгицидами от болезней, дать удобрение, чтобы свекла выросла. Ну, и, в принципе, и все. На поздней свекле здесь очень много факторов в плане получения сходов. Как разделаешь почву, да, это уже лето, она очень быстро пересыхает. То есть нужно мелко разделать ее. Сеем мы на глубину 3-4 сантиметра всегда. То есть все равно верхний слой пересыхает у нас, поэтому немножко глубже ее заглубляем. Хотя горят сеять там на глубину 2 сантиметра, но обычно сеем глубже. И тут уже вступает в работу полив, то есть орошение. Вот должны сложиться все эти факторы. То есть весной это просто посеять нужно вовремя, а здесь нужно все это довести до ума. Мастером быть. Да. Ну, вот тут проблема на поздней свекле именно. Как Вы понимаете, что пора свеклу убирать? Вот в зерне меряют влажность, а Вы? Да, свеклу пора убирать. То есть размер должен подойти свеклы, да, то есть и на товарные свеклы. Ну и плюс погода, да, температура. То есть должна упасть температура. Желательно свеклу, конечно, убирать, чтобы температура была среднесуточной, ну ниже 10 градусов. Тогда это нормально будет. И, ну, заложиться она будет и храниться будет хорошо. Но при этом, чтобы не было заморозков. Заморозок, конечно, да. В этом году погодные условия именно на раннюю продукцию сложились неблагоприятные, потому что именно дожди, да, вот они как начались у нас в конце апреля и закончились в середине, наверное, июня, да, или июля, наверное. Вот. И то есть вся ранняя продукция, она вся попала под неблагоприятные климатические условия. Но они, с одной стороны, благоприятные, потому что не жарко и влажно было. А с другой стороны, это благоприятные условия для развития грибных болезней. А поздние культуры, вот у нас морковь поздняя, свекла поздняя, картофель второй посадки, вот они все равно в более благоприятных условиях. Но тут другой фактор, тут жара. Тут, то есть уже 43-45 прогревание, почва там высокая, поэтому тут свои моменты тоже есть. Свекловичная обложка, это проблема именно всходов, свекловичная обложка в основном. Вот свекловичная обложка просто на обработанные семена любым инсектицидом, там вот, или этот… Теометоксам. Да, теометоксам или там эндоклоприд, по-моему. Вот или тем или тем работаешь, и свекловичная обложка, она не садится на всходы просто. Ну, она, ну, длительность большая у него действия, там до 50 дней, по-моему. И как раз этот период, она уже ей не вредит. Тут еще проблема в том, что на свекле разрешенных препаратов, именно инсектицидов, вообще, наверное, ничего нет. На столовой, наверное, нет ничего. На свекле сахарное согласие, наверное, что-то есть. А на столовой свекле ничего нет. На столовой свекле даже, наверное, один или два фунгицида только зарегистрировано, и все. Это сфера Макс, и, по-моему, еще какой-то один этот сингентовский рез, по-моему. Ну, я думаю, потому что это очень дорого, да. А рынок очень маленький, свеклы, да. Поэтому никто не заморачивается с тем, чтобы их регистрировать. Точно так же у нас, можно сказать, это по всем овощным культурам. Это морковь, это лук. Ну, на лук сейчас хоть более-менее стало это что-то появляться. Но по инсектицидам на лук тоже два препарата зарегистрировано, и все, больше нет. Вот есть препараты, которыми можно работать, да, но по факту ими работать нельзя. Потому что у них нет регистрации на эту культуру, да, и получается... Самая, все-таки, сложная проблема на свекле, именно летний посев получить всходы. Это вот самый, наверное, сложный момент, это именно у нас. И второй... Полив же есть. Ну, вот полив, вот это... Ну, как вам правильно сказать? Полив, это полив, да, но нужно правильно поливать. То есть нужно дать такую норму, чтобы не образовалась корочка. Да, тут очень много моментов зависит от того, что... Как солнце будет, да. То есть, если жара очень большая, его нужно поливать, допустим, каждые 12 часов. А у нас машина круг делает только за сутки, может делать. То есть она вернется только через сутки на это место. И потом, в этом году, вот у нас, допустим, была проблема. Прошел град полосой, да. Вот с этой стороны свекла, именно на всходах, густота нормальная. С той стороны поля, где градом ее побило, свекла изреженная. Потому что выбило просто градом всходы. Ну, именно, я думаю, большие проблемы и на получении всходов. Ну, а второй момент, это... Вот, ну, большую шкоду делает, конечно, зимая осовка. Подгрызающая, если, конечно, заведется на поле, то будут проблемы. Как с ней бороться? Конфектицидов нет. Только ловить. Все в обороте? Руками ловить. А как уборка проходит? Надо ли свеклу удалять ботву заранее, как у картофеля? Ну, смотря, чем вы хотите убирать свеклу. Если убираете комбайнами теребильного типа, то ботву удаляет сам комбайн. Если убираете свеклу картофельными комбайнами, да, с приставкой именно под свеклу, там, конечно, нужно заранее удалять ботву. Потому что там просто он выкапывает ее, пересортировывает и все. Мы ботву не удаляем, мы теребильного типа комбайна убираем, сразу за ботву ее дергает, подрезает и в телегу слаживает. Вот назвали селекция голландская, сейлка агрико. Агрикола итальянская. Комбайны датский азолифт, трактора американский джундир. Понятно, что отечество? Механизаторы наши. Механизаторы наши. Механизаторы все наши. Российские. Ну, перспектива отрасли, конечно, пугает. Потому что цены на продукцию не растут, а составляющие, которые позволяют получить урожай, да, они все время растут каждый год. Вот те же самые, взять удобрения, пестициды, семена, вот все подымается. А свекла, вот я пришел, допустим, когда я в шестом году пришел на работу, да, вот лук с картофелем стоили 10 рублей, да. И вот сейчас 2023 год, и лук с картофелем стоит 10 рублей. А все остальное, вы понимаете, во сколько раз все выросло. У вас большой набор культур. Очень счастливое. Мне очень весело, да. Мне очень весело, да. Не то, что на некоторых фарб. 10 культур, да. Из них 5 овощных, нет, 4 овощных и зерновые. Для вас любимая и самая интересная культура какая? Да, все интересные, в принципе. Все интересные. А свеклу любите за что-нибудь? Свеклу люблю за то, что ее надо меньше обрабатывать. Меньше, чем лук и картофель. Понятно. Да. Особенно люблю раннюю свеклу, потому что посеял и все, а потом только убирать. Субтитры сделал DimaTorzok